Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Какая разница, кто играет? Каждый может нажимать на кнопки и держать мышку в руках. Не знаю, наша логика другая. Вот мы и думаем по-другому. Женщину может все. Для меня это кайф именно в командных действиях. Это интересно, работать в коллективе, добиваться чего-то в коллективе. Важны именно практические действия команды и то, что ты пытаешься обыграть противника и предугадать на то, как он думает и как он действует. Мужские команды нашего уровня мы можем обыграть. Мы это не раз делали. Скоро наступит тот момент, когда будут именно такие деньги и именно такая мотивация, чтобы играть. Потому что сейчас в России появляется очень много женских команд. Вообще бытует такое мнение, что женский киберспорт – это в первую очередь зрелище, эмоции девушек. Также и сами девушки внешние, может быть, привлекательные. Но я считаю, что киберспорт в целом развивается. А так как женский киберспорт – это подкатегория киберспорта, я думаю, что он тоже получится развитие в дальнейшем. Музыка Ну вообще мы собрались всего полтора месяца назад. Это относительно небольшой срок. На тренировке у нас были в таком очень плотном режиме. То есть мы старались тренироваться по максимуму, но проблема заключалась в том, что очень многие из нас, кто учился, кто работал, кто просто катастрофически не усыпался. Там начинаются же нервы, там сдают. И вот приехали сегодня. Вообще, по идее, могли даже не выйти из группы. Но вот, как оказалось, Музыка боролись. Назали на первом месте, выиграли Аутсу. У нас это очень важная победа. И это только первая победа из всех наших. Дальше будет больше. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова